Я вчера задремала в автобусе. Показалось, что свою остановку проехала. Как заору почему-то. Помогите. Вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что ошиблась. И мне ехать еще и ехать. Успеваю заскочить в заднюю дверь и усаживаюсь на свое же место. Тихо в автобусе стало. Даже водитель музыку выключил. У нас в квартире зазвонил городской телефон. Муж взял трубку. Алло. Ему там говорят. Здравствуйте. А Маргариту можно? Муж говорит. Пожалуйста. И передает трубку мне. Я беру трубку и слышу возмущенный мужской голос. Это кто сейчас к телефону подходил? Я отвечаю. Муж. В трубке растерянный голос. А я тогда кто? В детстве родители предупреждали меня, что мужчине нужно только одно. И чтобы я была осторожна. Ну вот, мне уже 28 лет. И неожиданно выяснилось, что мужчине нужно только поспать, посмотреть ютуб и поесть. А только одно надо чисто мне. Когда моя подруга пошла на свидание с парнем из сайта знакомств, дала мне наказ. Позвоните через 15 минут. Если он ей не понравится и она захочет слиться, то на мой звонок она ответит и скажет, что ей пора. Мол, срочно вызвали. Звоню ей. А она мило шибечет. Видимо, понравился. Через 20 минут ко мне заявляется в слезах. Ему через 15 минут позвонили и срочно куда-то вызвали. Мама коту обнаглел. Лежит на диване и телек смотрит. На улицу редко ходит. Мышей совсем не ловит. Обленился. Кот посмотрел и ушел на улицу. Минут через 10 скребется в дверь. Входит котяра с мышью в зубах. Бросает ей в тапок мамы. И ложится обратно на диван. Проблемы женщин – мужики. А как известно, мужиков рожают сами женщины. Отсюда вывод. Бабы всегда сами создают себе проблемы.